Вы смотрите программу День города в студии Алены Куколевой. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о некоторых его темах. 44 года назад Рязанскую епархию возглавил митрополит Рязанский Касимовский Симон. Его историю глазами первого губернатора Рязанской области Вячеслава Любимова. Рязанские МЧСники спасли лебедя и на директора санатория Сосновый Бор завели уголовное дело. Сегодняшний день является знаменателем для Рязанской епархии. 44 года назад ее возглавил митрополит Рязанский Касимовский Симон. Прошло уже 10 лет с того момента, как он ушел из жизни, однако память о нем жива. Владыка Симон внес большой вклад в развитие региона. Его история глазами первого губернатора Рязанской области Вячеслава Любимова в нашем эксклюзивном материале. Это дом-музей, в котором жил и трудился Владыка Симон на протяжении 30 лет. Сегодня здесь появилась памятная доска в его честь. На ее открытии присутствовали те, кто работал и общался с митрополитом. Вячеслав Любимов впервые встретился с Владыкой Симоном в 1986 году. Это было Кораблино. Я был первым стрелем райком партии. Открывает дверь и заходит Владыка Симон в сопровождении одного служки, отец Роман. Говорит, здравствуйте, Вячеслав Николаевич. Здравствуйте, Владыка. Ну, я знал, что он приедет. И мы с ним два вопроса тогда обсуждали. Один, об освящении церкви в селе Незнанного. А второй вопрос, Вячеслав Николаевич, а как вы смотрите, если дом культуры, который сегодня находится, вернуть нашей русско-православной церкви? Это ведь храм Божий. По словам Вячеслава Любимова, над первым вопросом думать не пришлось. А вот второй оказался немного сложнее. В дальнейшем было много встреч, приемов в резиденции митрополита. Владыка Симон отличался умением оставить свои слова в сознании тех людей, которые с ним общались. Я помню вторую инаугурацию в театре драмы. И Владыка Симон тогда сказал слова, которые я буду помнить всю жизнь. Он сказал, Вячеслав Николаевич, спеши делать добрые дела и никогда не жди благодарности. Был еще момент, когда за советом личным обращался. Спросил Владыка, вот собираюсь венчаться с Натальей Николаевной. Как вы считаете, где надо венчаться? А он говорит, ты и предки твои где жили? Я говорю, в Шацком районе. Село Конобеево и село Красный холм. Говорит, недалеко от выше. Он говорит, вот ты тогда там и венчайся. Хотя Вячеслав Любимов ожидал другого ответа. Думал, что митрополит порекомендует большой храм. Например, Христорождественский собор. Но он венчался в скромной церкви в Эммануиловке. Прислушался к словам Владыки Симона. Ну, а незабываемые дни с Владыкой Симоном были. Это когда был приезд святейшего патриарха Московской всей Руси, Алексии II. Мы с Владыкой были в сопровождении. Он-то встречал, а я был в сопровождении. И все три дня был. И могу сегодня сказать, сегодня уже и Владыки Симона нет. Царств им небесный нет. И его святейшество Алексия II. Но я могу сказать, что эти были для меня незабываемые дни. Это только часть большой жизни Владыки Симона. Он сделал так много, что сегодня на протяжении дня прошло несколько встреч, начиная с утреннего молебна, открытия памятной доски и заседания в библиотеке Горького. На них люди делились своими воспоминаниями. Рассказывали о том, какой след в их жизни оставил Владыка Симон. Были показаны фильмы и презентации о жизни великого митрополита. А еще у православных сегодня великий праздник – День Покрова Пресвятой Богородицы. Богородицу называют Небесной Защитницей Руси. И праздник Покрова в народе почитают особо. По народным поверьям, какой сегодня день, такой будет и вся последующая осень. Покров зиму встречает, гласит народная мудрость. 14 октября отмечается праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Этот день знаменует встречу осени с зимой. Время, когда природа засыпает, наши предки считали мистическим. Поэтому накопили немало примет и обрядов, которые в этот день помогают уберечься от несчастья и призвать удачу. Один из самых значимых праздников церковного календаря. Двум святым, святому Влаженому Андрею и его ученику Епифанию, явилось дивное видение. Они увидели Пресвятую Богородицу, которая шествовала по воздуху в сопровождении ликов святых и ангелов и преклонила свои колени для молитвы. А затем распростерла свой покров, это верхний главной убор, над молящимися, она помолилась в храме, зашла в алтарь, помолилась, а затем уже покинула этот храм, но оставила свою благодать. Крестьяне собирали урожай, покидали поля, и значит наступал покров. Нередко в этот день выпадал первый снег. Тогда говорили, на покров покрылась снежком земля-матушка. На покров хозяйки первый раз разводили огонь в печи, используя ветки плодовых деревьев для будущего урожая и процветания семьи. Почитание этого праздника очень велико на русской земле, оно относится к числу великих праздников. И это связано, конечно, с тем, что в этом дивном событии, во-первых, Богородица явилась как матерь всех христиан, как помощница людям, как молитвенница за род человеческий, как матерь, которая любит своих детей, даже если это неразумные дети, даже если они в бедах находятся и несчастьях, тем больше ее заступничество за род человеческий. Покров считают днем девичьим или свадебным, потому и есть приметы, связанные с замужеством и сватовством. С этого дня наши предки засылали в дома невест сватов и сговаривались о предстоящих свадьбах. К другим темам. В санаторе Сосновый Бор сотрудникам не платили зарплату. На сайте Генпрокуратуры появилась информация, что с марта по август этого года руководство задолжало сотрудникам более 7 миллионов рублей. В итоге зарплату не получали 165 работников организации. Причем возможность платить коллективу была. Однако деньги директор санатория тратила на приобретение хозяйственного инвентаря, оплату культурно-развлекательных мероприятий, покупку рассады цветов. Помимо этого, руководитель санатория брала у стороннего лица заемные денежные средства, которые расходовались на пополнение оборотных средств организации. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, а также погашение задолженности по заработной плате. В том числе изучается финансово-хозяйственная деятельность организации. Расследование уголовного дела продолжается. Для большинства из нас безбарьерная среда всего лишь сочетание слов. А вот для людей с ограниченными возможностями здоровья это шанс начать жизнь, в которой они смогли бы свободно перемещаться по городу, посещать театр, а еще заниматься спортом. Манеж юность, тренировка по легкой атлетике детско-юношеской спортивной школы «Орион». Здесь любовь к спорту объединила мальчиков и девочек разных возрастов, имеющих различные проблемы со здоровьем. Ребята с ДЦП, слабовидящие, слабослышащие. Самое главное, по словам тренера Галины Муравлевой, найти индивидуальный подход и дать шанс каждому из них реализовать себя в спорте. В последнее время очень много уделяется этому внимания. И в городе у нас стали развивать спорт для лиц с ограниченными возможностями. Мы часто ездим на соревнования, у нас есть возможность поехать, нас поддерживает и Министерство спорта, наша Рязанская область. Так как бы развитие видно, мы не стоим на месте. Развитие по этому направлению ощущают и родители ребят с ограниченными возможностями здоровья. Марина Игнатова, мама воспитанника Галины Муравлевой Сережи, еще несколько лет назад пыталась привести сына в спорт. Но получилось это далеко не сразу. Зато сейчас мальчик занимается в нескольких спортивных секциях. Тренера перестали бояться брать таких тяжелых детей, вот как наши. И потихоньку начало все развиваться. Мы занимаемся, например, скалолазанием, футбол. У нас есть легкая атлетика, плавание. И везде с тренером. Сегодня Марина помогает Галине Анатольевне в проведении занятий. Она отмечает, что спорт влияет положительно не только на здоровье таких особенных детей. Среди себе подобных у них начинают проявляться лидерские качества. Они стремятся к победам, равняясь на старших, уже добившихся больших успехов. Среди них Александр Спицын, мастер спорта по легкой атлетике, среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Чемпион и рекордсмен России по метанию диска. В хорошей форме всегда лучше чувствуешь себя и физически, и морально. Но это интересно на самом деле. Также и ездить на соревнования, проверять себя в первую очередь. Ну и чего-то достигать в жизни. Не нужно сидеть на месте. Александр занимается легкой атлетикой всего 4 года и уже успел добиться определенных высот. И самое главное, несмотря ни на что, он остается открытым, позитивным человеком с оптимизмом, смотрящим в будущее. Я вообще забываю, что он на коляске. Я ему всегда говорю, давай сюда, давай туда, приходи сюда, тренировку у тебя там. У нас нет такого, что его надо отвезти, привезти. Он полностью чувствует, мне кажется, себя очень уверенно. И это хороший пример для других. Кому, как ни Саше, знать, насколько важна для жизни людей с ограниченными возможностями здоровья безбарьерная среда. Если, в общем, по городу пока еще все далеко не идеально, на спортивных объектах сделано многое. Открытие нового корпуса было на Черновицкой. Там же так же все, и туалеты, и душевые, и пандусы, все есть. Все, да, хорошо. На прошедшем в июне этого года чемпионате Европы по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Александр стал пятым по метанию диском. Вполне возможно, впереди спортсмен ждет участие в Паралимпийских играх. Его пример еще раз доказывает, можно и нужно жить полноценной жизнью. Тем более, в последнее время становится больше специально оборудованных спортивных комплексов, учреждений культуры и других объектов, посещение которых делает жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья более полной. В администрации Рязани сегодня наградили лучших дорожников и озвучили их успехи за год. В преддверии профессионального праздника рассказали о результатах дорожных работ. Далее Наталья Новикова. От имени главы администрации города Рязани Олега Булекова с наступающим профессиональным праздником руководители и представители строительных организаций города поздравил его заместитель Андрей Ульянов. Он отметил, что прошедший сезон был особенным для отрасли в связи с беспрецедентным финансированием, позволившим увеличить объем ремонтных работ на участках дорог областного центра. Также был отмечен пристальный общественный контроль за ходом дорожно-ремонтной компании и возросший уровень качества и культура производства работ у подрядных организаций. Качество рязанской дорог повысилось. Это объективная оценка, которая подтверждает не только данные лабораторных исследований, но и мнение наших граждан. Наши успехи со сроком выполнения работ за счет федеральных средств тоже не остались незамеченными. Таким образом, мы внесли свой вклад в общий оценку рязанской области на федеральном уровне. А это позволит нам и впредь рассчитывать на поддержку Дорожного фонда Рязанской области с федерального бюджета. Участников встречи поздравил заместитель начальника управления благоустройства города Дмитрий Наумов. По его словам, в текущем году ремонт выполнен на 45 участках уличной дорожной сети общей протяженностью свыше 58 километров. В том числе 24 участка отремонтировано за счет средств, полученных от сборов системы Платон. Методом ямочного ремонта отремонтировано более 200 городских улиц. Работы в круглосуточном режиме проводили 24 бригады. Подведя итоги, можно сказать, что в целом дорожно-ремонтная кампания этого года завершена. Хотя в работе находятся еще несколько объектов. В частности, согласно графикам, продолжается реконструкция пролетного строения путепровода на улице Есенина и устройство освещения на Ряжском шоссе. Завершить работы по этим объектам планируется до 30 ноября. 1 октября открылся зимний сезон охоты. Одновременно с этим продолжается и спортивная любительская охота на водоплавающую дичь. Наша съемочная группа побывала в самой чаще леса, чтобы выяснить, каким образом ведется контроль по охране и разведению диких животных и на какую дичь сегодня разрешено охотиться. Охотничьи угодья Рязанской области готовы к новому сезону. Ружья начищены, животные ни о чем не подозревают. Еще не закончился сезон охоты на пернатую водоплавающую дичь, на полевую, боровую. Пролетает северная утка над большими водоемами. Одновременно с этим открылся зимний сезон. На копытных животных, лось, косуля. Это открыто с 1 октября по 31 декабря. Открыты охота на пушные виды. Куницы, янтовидные собаки, как я уже сказал, лисица. Охота на эти виды продлится до 28 февраля уже 2017 года. Для сохранения численности животных и определения количества возможного отстрела в угодьях проводится подсчет дичи. Бывает авиаучет, учет водоплавающей дичи, на глухариных и тетеревинных таках, на подкормочных площадках, где учитывают кабана. В этом случае считать животных надо сидя на этой вышке. Сидишь 3-4 часа. За этот промежуток времени, как и звери приходят сюда, ты их записываешь. Это подкормочная площадка для кабанов. Зерно сюда привозят работники охотничьего хозяйства. В основном животные питаются ночью, чтобы их никто не спугнул. И в большей степени подкормка происходит зимой, так как им сложнее достать себе корм. А это солонец. Здесь расположена соль для того, чтобы лось мог приобрести необходимые витаминные минералы. Но полакомиться здесь может не только лось, но и зайцы. С помощью дождя соль стекает вниз по пню. Он пропитывается ей, и зайцы могут облизывать соль. Охотиться на зайцев можно только до 15 января в целях сохранения их численности. Сейчас в области порядка 9,5 тысяч зайца-беляка и 5 тысяч русака. Из них возможно отстрелять 1500 голов. В этом году, скажем, у нас к добыче запланировано без там нескольких голов 200 голов лосей. Также с косулей можно сказать, что численность растет потихонечку. И также мы отстреливаем порядка 100 голов. Под запретом находится кабан. В связи с африканской чумой свиней до 1 декабря охотиться на него нельзя. За 5 лет численность животных целенаправленно снизили в 8 раз. В итоге должно остаться порядка 700-800 животных. Без кабана тяжеловато, туговато, конечно. Лес уже пустой. Ездишь. Раньше везде переходы, а сейчас одни лисы. Зайцы так бегают. Для того, чтобы животные могли хорошо закрепиться на угодьях, для них должны быть созданы все условия. Инспекторы Росохотнадзора раз в три года проводят проверки территорий охотохозяйств. У них должна быть карта хозяйства, где на определенное количество гектар должно быть 5 подкормочных площадок для кабана, 3 слонца на лося, 20 подкормочных площадок на зайца и слонцов. Итак, кто в лес, добро пожаловать. Все блага для людей также существует. Кто-то привык в палатках, другие в домиках. Главное, дорогие охотники, не забудьте взять с собой ружье. Вчера вечером рязанцы наблюдали, как недалеко от торгового центра «Премьер» бегала леса. Соответствующие фотографии размещены в одной из социальных сетей. По словам автора фото, животное бегало у пешеходного моста через реку Павловка. Жители города еще не забыли, как не так давно по улицам Рязани бродилось. А в начале этого месяца сотрудники региональной службы МЧС спасли лебедя. Историю знает Галина Ершова. Дикая перелетная птица или беглец из зоопарка. В Рязани сотрудники МЧС спасли лебедя. В начале октября горожане обнаружили птицу на дороге в поселок Дядьково. По словам очевидцев, птица лежала на проезжей части и чудом осталась жива. Неравнодушные люди перенесли белоснежного красавца на обочину и позвонили в службу спасения. При поимке, рассказывают МЧСники, птица не сопротивлялась и людей не испугалась. Лебедь выглядел хорошо, без повреждений и благородного белого цвета. Из-за этого спасатели предположили, что он ручной, и обратились в расположенный рядом зоопарк. Вот мы сначала туда приехали, думали, это ихний. Но там я поговорил с электриком. Он говорит, что зверей уже там не было, никого не было. Он говорит, что у них постоянно сбегают они, и то енот там сбежит. То есть связаться с хозяевом мы не смогли и приняли решение отвезти его в парк. Сейчас лебедь находится в привычных для себя условиях. В его распоряжении целый пруд. Птица активно плавает, расправляет крылья, охотится на мелкую рыбку и лакомится угощением людей. Кстати, на большую аудиторию и крики маленьких детей реагирует дружелюбно. Не агрессивный. Немножко прошипел сначала. Ну, он в салоне автомобиля вел себя очень спокойно. И когда выпустили его в свою виву в естественную среду, я думаю, он очень обрадовался. Лебедь настолько освоился, что в среду сотрудники комплекса обнаружили его на втором этаже гостиницы. Крылья птицы оказались не подрезаны, и он легко перелетел в невысокую ограду пруда. Однако в том, что птица дикая и в черте города оказалась случайно, сотрудники комплекса сомневаются. Нет, не дикий. Скорее всего, что, может быть, откуда-то улетел, крылья были не подрезаны. Может быть, где-то запутался. Поступил в хорошем состоянии. Немножко... Мы думаем, что... Вообще мы думаем, что это самка. Немного боялась. Несколько дней с опаской ела хлеб, зерно, что-то вот такое. Сейчас уже окончательно, мне кажется, здесь прижилась. С наступлением заморозков птицу переведут на дальнее озеро, где для нее уже заготовлен отдельный вольер. Также в скором времени лебедю обещают найти пару. Для этого сначала определят пол и возраст птицы. Необходимые тесты проведут зимой, когда белоснежное создание полностью адаптируется. Благодаря внимательным людям город украсила прекрасная гордая птица. Но с наступлением холодов в помощи граждан будут нуждаться и более привычные животные. Именно от нашей заботы зависит, смогут ли они жить и радовать глаз. 26 октября в Рязанском политехническом институте пройдет конференция «Строительство, передовые технологии и инновации». Организаторы предлагают всем желающим принять участие в этом научном форуме. Подробнее в нашем следующем сюжете. Конференция «Строительство, передовые технологии и инновации» будет посвящена вопросам внедрения инновационных технологий в строительный сектор экономики, формированию направлений подготовки кадров в этой сфере, новым разработкам в строительстве. Мы привлекли экспертов с Москвы, с научно-исследовательского института, привлекли экспертов с Московского государственного строительного университета, будут руководители предприятий, организаций. Мы хотели бы, чтобы были услышаны и наши инновации. Те ученые, которые занимаются этим вопросом на наших кафедрах, будут докладывать и презентовать запатентованные уже новые разработки, новые технологии. И мы будем обращать внимание руководителей предприятий, производству, что их необходимо использовать. Их необходимо использовать. И сегодня у нас заключены договора о сотрудничестве со многими предприятиями, организациями. В том числе мы благодарны руководителям и ЖБИ, второе, ЖБИ, третье, и техно-Николе, на которых открыты наши базовые кафедры. В конференции примут участие ученые, представители образовательных, научных, научно-исследовательских, государственных и общественных организаций реального сектора экономики России. На конференции в рамках сотрудничества с предприятиями города состоится открытие профильной кафедры «Промышленное и гражданское строительство» на базе ЖБИ-3. Дорогие друзья, приглашаю всех принять участие в нашей научно-методической конференции по вопросу новой технологии и инноваций в строительстве, которая будет проходить в стенах нашего политехнического института 26 октября в 11 часов. А 29 октября в ВУЗе для абитуриентов пройдет день открытых дверей. Институтская суббота в политехе. Старшеклассников и их родителей ждет увлекательная экскурсия по ВУЗу, мастер-классы, тренинги, знакомство с творческими мастерскими, веселые конкурсы, встречи с директором и совместные чаепития. Адрес института – улица Праволыбецкая, дом 26, дробь 53. Начало мероприятия в 11 часов. На этом все. Завтра подведем итоги этой недели. А пока – хорошего продолжения вечера и начала выходных. Субтитры создавал DimaTorzok